приветствую вас дорогие друзья в моей студии йогопедии приглашаю вас на наш прямой эфир здоровая спина практическая йогатерапия то что мы анонсировали несколько дней назад буду очень рада видеть всех желающих и всех имеющих возможность присутствовать сегодня лично на этом прямом эфире если вы уже подключились подключайтесь хорошо у меня пошло повещение что наш прямой эфир начался я немножко новичок в этом деле поэтому если вдруг какие-то моменты неполадки будут происходить сделать мне пожалуйста скидку поможете мне все кто сейчас присутствует для того чтобы я смогла увидеть да чтобы я смогла увидеть сколько нас и как как мы будем строить сегодняшнюю практику потому как я нацелена на максимально максимально полное освещение вопросов которые вы мне можете принести прямо сейчас сюда прямой эфир и задать так как вам будет удобно так как вам будет интересно собственно если вы постесняетесь задать их прямом эфире и захотите обсудить их лично пожалуйста я всегда открыт к общению вы также можете воспользоваться этой возможностью пока немножко думаю подождем пока народ соберется да потихоньку люди собираются всем привет доброе утро или добрый день добрый вечер не знаю как у вас у нас отличный солнечный денек надеюсь что у вас тоже отличная погода за окном и отличное настроение в душе как раз самое время для того чтобы поглубже уйти вопрос работы со спиной я пожалуй начну потихонечку потихонечку вводить вас курс дела чему собственно сегодня будет посвящено да добрый день елена чему бы сегодня посвящено наше с вами занятие наша встреча вопроса спины и здоровья спины одно из самых добрый день одно из самых один из самых активно обсуждаемых вопросов моими пациентами и людьми которые так или иначе связаны с практикой будь то люди которые занимаются практикой и будь то люди которые предлагают определенный рот практики то есть профессиональные специалисты поэтому я решила вынести на общее обсуждение ряд тем и вопросов которые могли бы помочь вам чисто практической точки зрения значительно улучшить свою практику или ввести какие-то новые элементы а также расширить горизонты уже знакомых вам упражнений уже знакомых вам движений и естественно что самое главное на что я делаю самую большую ставку это сделать безопасной ту практику которую предлагает вам человек в йога студии или специалист физиотерапии или вас ваш марсажист или любой другой знакомый друг который хочет вам помочь или вы сами хотите помочь я бы очень хотела чтобы сегодня вы задавали мне как можно больше вопросов потому как информация у меня море я боюсь что я не уложусь в отведенный час я планирую где-то наш эфир ориентировочно на один час поэтому если вы будете конкретизировать меня и вытаскиваете максимально полезные для себя знания мне вот это только вдвойне приятно поэтому друзья не стесняйтесь начинайте задавать вопросы я по ходу эфира все вижу и я могу собственно говоря очень плавно переходить от ответов одному человеку к другому мне было бы очень также полезно и понятно если вы подели терминологию медицинскую то есть если вы знаете свои диагнозы если вы знаете то как реагирует ваше тело какие моменты были уже в истории вашей телесной какие события прошли и отложили свой отпечаток будь то грыжи протрузии искривление позвоночника любые темы и травмы пожалуйста оперируйте этими терминами потому как мне это понятнее чем любые моменты что у меня болит там болит здесь я работаю скорее с медицинским диагнозом и люблю подкреплять знания общедоступны понятные медикам терминологии и собственно вам потому как вам тоже предстоит работать в дальнейшем с другими специалистами хочу чтобы вы ушли с максимально полным набором знаний и так немножко поговорим о том как в принципе наша с вами спина реагирует на современную жизнь а современная жизнь у нас достаточно разнообразная у меня например современная жизнь вот это моя студия вот мой коврик вот моя одежда вот так я провожу свою жизнь достаточно здорово на мой взгляд но опять же имею негативные моменты влияния на свою собственную спину потому как вынуждена вести много занятий и подчас они далеко не совсем гармоничны для его собственного организма но об этом в другой серии я думаю для людей кто будет интересоваться специальными способами реабилитации профессиональных спортсменов или людей занимающихся профессиональными физическими нагрузками я себя отношу к тому для людей которые ведут образ жизни так скажем офисного характера давайте поговорим об этом потому как я думаю что таких будет большинство для людей ведущих образ жизни в офисе это в основном люди которые вынуждены сидеть длительный период времени в течение дня или вынуждены достоять например длительный период времени в течение дня мы знаем много таких типов профессий специальности или выполнять какой-либо труд асимметричным образом то есть работать одной рукой асимметрично по отношению к другой да это только вариант ноги и туловище по-разному могут быть расположены в пространстве в течение длительного периода времени вот здесь начинают формироваться определенные мышечные паттерны то есть те ощущения и те движения характерны для мышц которые затвердевая с течением повторения внутри длительного периода времени дают вам тот мышечный панцир так скажем тот мышечный каркас который вы можете почувствовать и вы можете увидеть собственно в отражении в зеркале что нам потребуется в данном случае нам потребуется разобрать какими волшебными таблетками условно обладает йога терапия какие приемы могут быть использованы для того чтобы облегчить в первую очередь на ситуацию сделать ее менее травматичное травматичной для тела можете не замечать но потом один прекрасный момент вы понимаете что с моей спиной что-то произошло не так или вы идете к доктору и он вам диагностирует грыжевые смещения или какие-либо допустим защемление нервных окончаний вы чувствуете очень сильную боль вы не можете двигаться то есть вы выбиты из колеи вы значительно ухудшаете свой производственный процесс я думаю что это серьезный фактор который следует рассматривать в плане компенсаторной нагрузки для своего собственного тела в том числе если допустим вы ведете очень активный спортивный образ жизни или вы посещаете фитнес-зал тренажерный зал и тому подобного рода заведения здесь тоже важно знать как правильно распределять нагрузку потому как каждый из нас разный каждый из нас течение дня носит свое тело по-разному и получать нагрузку тоже по-разному то есть здесь сделать максимально безопасным вашу жизнь с точки зрения аккумулирования энергии внутри определенных частей тела и распределение энергии по всему телу энергия подразумевает сейчас двигательная активность да то есть понятная физиком понятие энергии который может наше тело заставлять двигаться или заставлять расслабляться в ответ рада видеть ирина этот момент мы с вами должны будем обсудить и собственно говоря выставить на практику как нам лучше и как нам правильнее качестве и диагностировать моменты слабые тонкие места наши с вами спины потому как спина сегодня данном конкретном эфире является ведущим звеном и собственно говоря после этого определить какие упражнения показаны какие упражнения не совсем показаны какие модификации уже известных вам упражнений будут приносить большую пользу давайте начнем с чтобы говорить о составляющих позвоночника то есть о поясничном и крестцовом отделе собственно всего их 4 основными отделами позвоночника которые берут максимальный на оружие как и думать какие но обычное пояснично-крестцовая дело либо мы сидим много и сидим мы, скорее всего, вот так, и мы работаем за компьютером, или мы ведем машину, нажимаем на педали, или мы где-то развалились на диване и себя чувствуем комфортно сейчас, но потом не факт, что вы будете чувствовать себя комфортно. То есть это все движения, которые я сейчас продемонстрировала, берут на себя нагрузку, вернее, берут на себя нагрузку пояснично-хрестцовый отдел. Плюс ко всему, конечно, наш позвоночник с вами взаимосвязан, то есть мы не можем говорить только о выделении пояснично-хрестцового отдела. Грудной отдел компенсирует эту нагрузку, а теперь представьте, вы долгое время сидите за компьютером, вот как я сейчас, вы видите, я сижу, я начинаю уже крутиться, потому что мне не совсем комфортно, я привыкла двигаться. Но человек вынужден сидеть 8 часов, допустим, в день, и он может подвигаться только в течение обеденного времени, каких-то небольших перерывов. Так вот, в течение этого времени, длительного времени сидения, что у нас с вами происходит? Мы с вами сидим в таком положении, скорее всего, удобном, у нас ортопедический стул, наверное, присутствует, да, далеко не самый удачный вариант, должна вам сказать. И мы с вами, работая за компьютером в этом положении, что мы делаем с вами с брудным отделом? Мы компенсируем то вытяжение пояснично-хрестцового и его вогнутость, вогнутый, вытяжением наружным, то есть кифотированием, да, разделом. Да, Валентина, я сейчас отвечу вам секундочку, просто чуть-чуть закончу фразу. И у нас с вами получается вот такая картина спины, да, достаточно обыденная, достаточно знакомая всем. Я думаю, мало кто задумывается о том, как в дальнейшем будет развиваться эта ситуация, как в дальнейшем будет себя чувствовать спина, но надо задуматься уже прямо сейчас. Часто, когда я сталкиваюсь в работе со своими пациентами с проблемами спины, большинство из них, люди современного типа, имеют проблемы с грудным отделом на кифотирование, гиперкифоз, осанки, да, то есть вот такое положение, скрученное положение. Еще мы можем знать такое понятие, как крыловидные лопатки, когда лопатки торчат из тела, да. Я стараюсь показать, слава богу, у меня это нет, поэтому я не могу вам продемонстрировать очень наглядное это заболевание, но оно присутствует у практически полного большинства людей, которые я веду и которым я оказываю консультацию. Для пояснично-крестцового отдела обычно это гиперлордоз, то есть значительное вытяжение. В обратную сторону здесь у нас получится кифотирование. Если мы округляем поясницу наружу, в этом положении расслабляем мышцы спины, гиперлордоз, который может возникать с инпенсатором, представляет собой вот такой выгиб поясницы. Тоже достаточно известный, достаточно знакомый. Вот сейчас, говоря о пояснично-крестцовом отделе, вижу вопрос от Валентины. Немножко его зачитаю. Частенько зажимается седалищный нерв. Грешу на привычку сидеть, скрестив ноги. Позже отражается внизу спины. Есть ли упражнение йоги для профилактики боли седалищного нерва? Очень правильный вопрос, очень в тему вопрос. И правильно мыслите, потому как сидя, скрестив ноги, обычно, если эта привычка выражается в скрещивании ног, допустим, условно, на одну только сторону, мы даем абсолютно полную асимметричную нагрузку на квадратную мышцу поясницы. Квадратная мышца поясницы – это мышца, залегающая повыше верхушек ягодиц, и охватывающая как раз большим квадратом пояснично-крестцовый отдел, в частности, поясничный отдел. Собственно, эта мышца регулирует как раз-таки всю нагрузку на пояснично-крестцовый отдел и адаптировала, Настя, пояснично-крестцовый отдел к нагрузке сжатия в течение дня. Эта же мышца, если она не совсем развита или она развита слабо, она может давать достаточно сильное сжимание пояснично-крестцового отдела, что приводит, в свою очередь, к зажатию нервных корешков. Это, в первую очередь, седалищный нерв, потому как седалищный нерв у нас с вами проходит из пояснично-крестцового отдела по всей длине ноги, задняя поверхность развертвляется и дальше энергирует всю поверхность ноги. Так вот, давайте анализировать. Если мы с вами говорим о том, что есть привычка сидеть нога на ногу, смотрите, по-разному будет сложена длина ноги, бедро, берцовая часть, голеностоп и стопа. Плюс ко всему, давление на ту или иную ягодицу будет, опять-таки, в длину по-разному. Соответственно, наша с вами квадратная мышца поясницы, если она не тренирована достаточно, будет с одной стороны больше сжато, с одной стороны больше растянута. Где и в каком случае будет давление оказываться на нервный корешок больше? Вот в этой части, правда? То есть там, где идет большее сжатие. Если мы не даем правильной компенсаторной нагрузки, сжатие увеличивается, 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 зажимает нервное окончание, как следствие сигнал начинает проходить хуже и застревает в определенной зоне ноги. В какой зоне? То, что максимально близко к месту раздражения, соответственно, поясница, ягодица, бедро. Здесь вы можете чувствовать болевой сигнал. Что делать? Как быть? Часто люди прибегают к услугам мануальных терапевтов. Я, пожалуй, не совсем буду на стороне данной области терапии. Не буду сейчас углубляться в детали, но объясню. Если вы даете другому человеку извне проработать тот участок, который является ригидным, зажатым, и там, где у вас проходит мышечное и нервное напряжение, то, к сожалению, вы будете вынуждены постоянно, регулярно повторять и обновлять подобного рода терапии. Если вы работаете с самостоятельным мышечным каркасом, научиваете его правильно держать форму, естественно, с течением времени, это, конечно, не для ленивых людей, если вы научиваете его держать форму и правильно освобождать те выходы, которые находятся в пояснично-крестцовом отделе, собственно, в позвонках, те выходы для нервных окончаний, которые дают вам больший проход, то нерв начинает работать текучим образом, он начинает проводить сигнал длиннее. Теперь относительно упражнений, которые могли бы помочь в данном случае. Я рекомендую в первую очередь обращать внимание на работу в целом с пояснично-крестцовым отделом и, в частности, с квадратной мышцей поясницы. Вот это все, так как заплата лежит здесь, на пояснично-крестцовом отделе. Что мы делаем? Нам нужна асимметричная нагрузка, которая позволила бы, во-первых, оценить, насколько неравномерно развита зона пояснично-крестцового отдела за счет зажатия или расслабления, в большей части расслабления, мышцы, квадратной мышцы поясницы, конгломератной мышц, охватывающей пояснично-крестцовым отделом. Предлагаю вам одно из тестирующих упражнений, из тестовых движений. Вы сидите с опорой на колени и на подъемы стол. Здесь для подъема стол, пожалуйста, выберите удобное положение. Корпус раскрытый, растянутый позвоночник. Мы с вами даем мягкое вытяжение в стороны, стараясь зацепить напряжение по восходящей линии от квадратной мышцы поясницы, от лазобедренного сустава сзади, по всей линии спины. К примеру, моя левая ладошка сейчас касается пола, раскрытое плечо. Я поддерживаю вытяжение спины, не перевешиваюсь, на бедро сижу симметрично. Своей правой ладошкой я пойду вверх и растяну сильно вверх, влево, в диагональ. Посмотрите, какие мышцы будут здесь работать. Вся линия боковая в поверхности тела с учетом захвата движений изнутри, в облажной полости и снаружи по стороне спины. Мы сделали это движение, растянули мягко. И теперь маятникообразным движением, посмотрите, обязательно с натяжением грудной клетки, с вытянутыми напряженными руками. Поменяем положение в другую сторону. Дадим более интенсивное вытяжение. Здесь что на самом деле будет? То же самое. Даем, в первую очередь, оценочное отношение работы левой и правой части. В первую очередь, это оценка. Вернулись. Необходимо сделать несколько раз данное движение. С каждым разом вы можете пробовать чуть усиливать натяжение. При этом смотрите, ваша рука, которая вытягивается вверх, развернута от плеча, это поддерживает грудную клетку в правильном приподнятом положении. И вы мягко даете вращение плеч, при этом удерживая полностью каркас спины, натянутым. Продолжим еще один раз в эту сторону. Условно, доделали, вернулись. Здесь рекомендую дать мягкое вытяжение для спины. Для этого можно использовать движение в положении сети. Даем опругление поясницы наружу, вытяжение сильное наружу. Что будет делать это действие? Оно будет увеличивать кифоз пояснично-крестцового отдела, то есть его выгнутость. Наружу растягивая позвонки, растягивая квадратные мышцы поясницы. И мягко отсюда вытягивая вверх, увеличивать напротив лордоз. То есть давать вытяжение. Для чего нужно это движение? Вы можете сказать, ну зачем же нам зажимать поясницу в очередной раз? Мы не зажимаем. Мы тренируем эластику квадратной мышцы поясницы. Она должна вовремя сжаться, как сейчас, и вовремя сжаться, давая пространство каждый раз. Расрегулированное в выходах, в отверстиях для выходов седалищного нерва. В частности, седалищного нерва. И доделаем еще разок. Есть. Вернемся в нейтральное положение. Пришел новый вопрос. Я сейчас отвечу, Константин, обязательно. Спасибо за вопрос. Здесь, из этого положения, второе движение, которое может усилить движение предыдущего, когда мы работаем по нарастающим. Мы выполним то же самое положение. С опорой только на колени. Колени на пунктах, вертикально под бедрами, растянутая длинная спина. Плечи развернуты. Попробуем сделать точно такое же движение. Маятник обратно. Будем стягивать мягко. Я буду тянуть левую руку вниз по направлению к колену, правую руку вверх. Как я буду здесь работать? Не зависая вниз, не такая таз в сторону. Я буду растягиваться от центра тела, как звезда. Пять лучей. Голова, плечо одной руки опущенное вниз, плечо другой руки вытянутая вверх. И от живота вниз, натяжением по бедрам. Вот такое движение. Мы будем с вами растягивать. Мягко маятником дадим движение. Через центр в другую сторону. Мягко плавно. Посмотрите, абсолютно не обязательно касаться рукой пола. Потому как, во-первых, это эластичность боков. Далеко не все обладают нужной эластичностью. И это амтомическое строение. У кого-то руки длинные, кто-то очень спокойно положит руку в пол и даже не будет чувствовать напряжение. У кого-то руки относительно короткие, по отношению к толщине будет перегруз на поясничный крестцовый отдел. Поэтому, пожалуйста, чувствуйте растяжение. Растяжение мягкой плавки. Вернемся в центр. И здесь требуется более интенсивное растяжение поясничного крестцового отдела. Для этого используем позу кошки. Ладошки под плечи. Давайте я к вам развернусь. Боком. Садоком. Будем давать интенсивное вытяжение вверх. Если почувствуете, что вам не хватает вытяжения, перейдите на кончики пальцев рук и выдохните себя глубже. Но обязательно подкручивайте лобковую косточку внутрь, грудную клетку внутрь, голову, шею вниз. И с выдохом даем растяжение наружу. Здесь плечи, лопатки толкаем от ушей, шею вытягиваем вверх. Живот провисает нахо вниз. И раскрываем ягодицы седалищной косточкой. Вернемся в нейтральное положение. Можно пока повторять несколько раз. Я зачитаю следующий вопрос. Вопрос от Константина. На МРТ. Дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника. Признаки недискогенной компрессии. Так, недискоген уже хорошо. Корешков на умнее 4 или 5. Очень знакомая ситуация. В результате деформирующего спонделеза. Ясно. По факту ночью, более при долгой ходьбе, логично. Сиденье при поднятии тяжести более 5 кг, других физических нагрузках на спину. Вопрос, какие ежедневные упражнения нужно делать. И можно ли исправить данную проблему. Константина, исправить проблему можно и даже нужно. И уже очень хорошо, что вы спросили прямо сейчас. Потому что рекомендую сейчас прямо-таки заняться этим вопросом. Уверена, что уже заниматель. Ситуация не сложная, сразу скажу. То есть это не критичная ситуация. И учитывая то, что вы мужчина, и у вас в принципе мышечная физическая активность и отдача физической активности будут выше. И исправить ее подчас значительно проще, чем женщины. Могу сказать, что я здесь для вас припосла своей студии, своих помощников. Я сейчас буду обращаться конкретно к Константину и всем тем, кто наблюдает сейчас наши эфиры, хочет узнать немножко новые элементы в деталях движения. У меня есть вот такая волшебная вещь, которая называется медицинский мяч. Он весит 5 кг. Вот, показываю, чтобы было все по-честному. 5 кг. Тяжелый, тяжелый. Но для людей относительно тренированных и хорошо себя чувствующих, в принципе, тем, кто не совсем тренирован, но надо бы тренироваться, как в данной ситуации с Константином. Я имею в виду проблему, которая есть. Надо тренировать мышцы, рекомендую использовать. Смотрите, что нам нужно. Во-первых, очень хорошо, что у вас ситуация не дискогенного действия на нервное окончание, потому как диск должен располагаться относительно нейтрально предыдущего, ниже стоящего и выше стоящего. Раз у вас есть небольшое смещение на коне спондилеза, а спондилез – это как раз смещение позвонков, но они не пережимают межпрозвоночное пространство, то есть они не образуют предгрыжевую ситуацию. Протрузия может там быть частично, но предгрыжевой ситуации, как я думаю, пока еще нет. Это очень хорошо, потому как окололежащими мышцами можно очень здорово исправить данный момент. Важно правильно действовать в данном случае. Так как я не могу, к сожалению, сейчас поймите меня правильно, вас потрогать и выставить правильно позицию наклонов вытяжений, стороннего движения, тракционного движения, я постараюсь дать просто определенные техники, которые вас приведут хотя бы к более укрепляющим действиям в район L4 и L5, то, что вы проанонсировали, и дали бы действия, так скажем, толкающего характера на восстановление мышечной структуры рядышком, рядом с этими позвонками. Смотрите. Рекомендую, кстати, рекомендую всем это движение. Дайте я, пожалуйста, сейчас на эту сторону, мне так будет удобно смотреть, наблюдать. Смотрите. Мы с вами садимся на седалищные косточки. Во-первых, седалищные косточки надо постараться открыть. Но это для тех, кто уже более продвинутый в практике, знает, что значит сместить вес тела, ягодицы назад, можно брать прямо руками массу мышц, и перевести руки вперед. Смотрите, май стопы прижаты к полу. Давайте-ка немножко мы сделаем по-честному. Вот так. Вот, чтобы вы были полностью уверены, что делается правильно. Май стопы прижаты к полу, и они шире, чем бедра. Колени вертикально, колени не распадаются наружу. Что я буду делать? Я буду вместе с медицинским мечом работать сейчас. Основная задача – проявить нагрузку, выявить нагрузку на тот отдел позвоночника, который редуцирован в своем здоровом соотношении, как сказал Константин Анат 4. Мы будем с вами мягко стараться, удерживая мяч перед собой, да, положу на полу, удерживая мяч перед собой. Мы будем с вами мягко обруглять спину, катить мяч на себя. Смотрите, вот здесь начинаем прощупывать, здесь начинаем прощупывать работу каждого позвонка. Что значит работа позвонка? Это значит работу мышц, опутывающих позвонок, да. И здесь как раз выявляем асимметричное воздействие, болевой эффект, какие-то стреляющие моменты в ноги, то, что здесь цепляются, нервы окончательно. Смотрим, как распределяется нагрузка, с какой стороны ешьте, с какой стороны сложнее. То есть диагностика. Первое, что мы делаем, это большая глубокая диагностика. Не только врачебный, но и пациента, самого себя, ощущения. Продолжаем катить дальше. Смотрите, стопы не отрываем, да. Продолжаем. Здесь переходим. Руками держимся. То есть мяч я держу плотно руками. Плечи стараюсь не подтягивать к ушам. Плечи у меня опущены вниз. То есть я полностью изолирую работу вот этой части позвоночника. Пресс работает. Пресс – важная составляющая в работе. Мягко возвращаю спину аккуратненько на балл. Ребят, не бросков. Обычно здесь случается следующее. Люди переходят до точки, и потом случается бубок. Да? Почему? Потому что нет правильного соединения мышечного между фракциями позвонков, и нет мягкого переказа, то есть контроля мышцы. Это надо выявить, где конкретно нет контроля мышцы, где вы не можете проконтролировать. Давайте попробуем. Мы мягко здесь опускаемся. Можно подтянуть к себе мяч. Вариант для более продвинутых, да, посложнее. Подтянули мяч, растянули спину. Почему мяч здесь будет помогать, если вы в таком его положении держите, не вытягивайте вверх, здесь не надо. Прижимаете локти. Он будет дополнительно давать вес на грудной отдел, смягчая грудной отдел, укладывая грудной отдел в пол глубже. Колени не разворачивая, да, поддерживая. Выносим на согнутых локтях мяч назад за голову. Назад за голову. Локти здесь, пожалуйста, не разваливайте. Вот такое положение. И вслед, обратно, за мячом, переходим. Здесь начинаем. Подъем плавно. Плавно. Смотрите, здесь рекомендую держать мяч перед собой. Не прижимая то, что скруглится плечо. И не вытягивая то, что перегрузите поясницу. Средний вариант. Дайте мне здесь очень мягкий подъем позвонков за позвонком. Дотянитесь до центра. В идеале до центра, да, движения. До вертикального положения. Спустите мяч. Расслабьте плечи. Расслабьте спину. Округлитесь, делайте ее так, как вам удобно. И затем опять продолжите движение. Друзья, это движение отлично работает на выстраивании полной симметрии межпозвоночного пространства. Симметрия паравертебральных мышц, окутывающих позвонки, дает вам чистую картину того, где ваш позвоночник, не дает вам ответной реакции на нагрузку. То есть где вы делаете блок, условно говоря. Как вы поднимаетесь, как вы опускаетесь, как работают мышцы пресса в соотношении с мышцами спины. То есть вот эта часть, вот это одно даже упражнение может очень хорошо сместить плюс ситуацию, находящуюся в данном случае в вопросе Константина. То есть все, что касается спондилеза, спондилолистеза, то есть мягкого смещения дисков относительно друг друга, без наличия грыжи и особенно ярко выраженной болевой ситуации, связанной с наличием грыж, вы можете исправлять вот такого рода действия, вот такими упражнениями. Но, пожалуйста, опять-таки проконсультируйтесь в конкретной ситуации и когда вы работаете сами с собой, не надо делать чисто технично, делайте с точки зрения диагностики. Вы всегда наблюдаете, вы всегда в вопросе, а что сейчас происходит, а как я себя чувствую, а как я еду, а где у меня левая, а где у меня правая, а как я ложусь, а что я держу ногами, а что я держу руками. И тогда уже ваша картина отдачи будет более яркой, более детальной. Следующий вопрос у нас пришел от Татьяны. Мария, у меня грыжа костничного отдела, это приговор? Нет, это не приговор, и даже не модный приговор. Объясню, во-первых, Татьяна, здесь нужна более подробная ситуация, потому как грыжи грыжи бросит, во-первых, их расположение, локализация. Их локализация относительно симметрии позвоночника, то есть есть левосторонние, есть правосторонние, есть смещение вовнутрь, вот сюда, внутренней части тела. Есть смещение наружу выпуклы, есть грыжи шморли, которые достаточно серьезные, с ними уже мы даем определенные ограничения в работе. То есть мне бы хотелось от вас, если вы сейчас можете, так скажем, немножечко расширить свой вопрос и дать хоть какую-либо информацию относительно того, какими именно грыжами вы обладаете, я могла бы дать более детальный ответ. Если в целом сказать, то грыжи никогда не являются препятствием для практики, наоборот, грыжи являются показанием практики. И наша практика расцветает, потому как мы вынуждены поднимать свои немножечко ленивые попы и делать что-то так, как мы хотим быть здоровыми, красивыми и счастливыми. Грыжи в пояснично-крысцовом отделе, если они образованы и не дают препятствий к активной практике, здесь нужно, опять-таки, я не буду просто голословной, потому как могу навредить подобным образом, нужно знать, каково смещение грыжи, то есть какова локализация. Смещается ли она влево, смещается ли она вправо? Константин Большой, пожалуйста, если сейчас еще появляется вопрос, пожалуйста, задавайте по ходу действий. Я здесь, да. Грыжа смещается влево, грыжа смещена вправо, грыжа наклонена вперед, грыжа наклонена назад. Почему очень важно это знать, друзья, не потому что мне хочется сейчас откосить и не давать вам информацию, наоборот, ее слишком много. Потому как, пожалуйста, Валентина, и еще задавайте вопрос. Потому как каждое расположение, детализация расположения грыжи по-разному влияет на зажим и активизацию нервных корешков, которые располагаются рядом. От этого вы по-разному чувствуете боль. То есть одна и та же грыжа, находящаяся в одном и том же месте, но по-разному смещенная, дает абсолютно различные, иногда прямо противоположные болевые симптомы. То есть вы можете чувствовать, если у вас грыжа расположена в пустячно-крестцовом отделе и дается зажатие на ту или иную сторону, то либо одна нога будет чувствовать напряжение и стягивание, либо даже вплоть до руки может проходить напряжение, потому как идет давление на нервный корешок сверху. Поэтому здесь очень важно знать локализацию. Пришла информация. Мария, с собой снимка нет. Я могу написать вам в личку позже. Конечно, Татьяна, для этого я здесь есть. Обязательно пишите в личку, обязательно все рассмотрим и разберем, потому как это очень важно. И хочется помогать предметные детали, чтобы все были уверены. Пожалуйста, когда приходите к врачу, врач вам диагностирует грыжи, ну, порадуйтесь тому, что вам диагностировали. То есть заберите максимально полную распечатку, максимально полное объяснение ситуации, которая у вас присутствует. С радостью уйдите от врача и найдите специалиста, который вам поможет. Поэтому всю эту тему обосновав с точки зрения биомеханического движения вашей ситуации в теле, составив ту программу практики, которая поможет вам восстановиться. Вы знаете, грыжи и протрузии, это как зубы с возрастом практически появляются у всех проблемы, да, потому что мы изнашиваем наш организм. Поэтому если мы даем в первую очередь, конечно, диагностику регулярно, во вторую очередь, даже я так сказала, в первую, в первую, в первую очередь мы даем практику ежедневную. Это может быть ходьба, это может быть какие-то действия, два-три упражнения, но в любом случае они регулярные, что очень важно. Так как вы чистите зубы тоже регулярно, то вы в значительной степени предвосхищаете развитие, негативное развитие событий. Дальше идет диагностика, не просто диагностика от врача, мы не все любим ходить к врачу, так вот. Но диагностика ваша самостоятельная, то есть где появился момент болевой, где появилось неудобство. Неудобство – это первый сигнал, то есть вам становится некомфортно в какой-то части тела спать, ходить, гулять, есть, петь, работать, заниматься какими-то делами. Вам становится неудобно, вот этот момент, вам нужно начинать уже анализ. Вы слеживаете этот анализ, рассматриваете его, смотрите, как вы реагируете, начинаете добавлять новые движения. То есть будьте подвижны в этой системе, ваше тело не мешок, который вы носите за плечами, ваше тело – это та оболочка, которая каждый день меняется, каждый день. К сожалению, хотя я думаю, что это все-таки к счастью, потому что мы набираемся опыта и мы даем себе больше возможностей, мы стареем, начиная с рождения. Да, поэтому наше тело развивается, давайте рассматривать это как развитие. И развитие должно быть сопряжено с вашим активным вниманием на это развитие, не потом, что «Ого, и тут что-то получилось у меня, и тут я вырос вот в такую вот грыжу». Нет, надо смотреть и развивать себя регулярно, ежедневно, наблюдая. Есть вопрос опять. Константин, какие упражнения не стоит делать при ваших проблемах? Так, не стоит делать. Я бы не рекомендовала в любом случае делать прогибы назад. Прогибы назад. Добрый день, Вера. Прогибы назад даже самого минимального напряжения, я имею в виду. Допустим, смотрите, вот мы с вами делали так, в эту сторону, в эту луку. Вот мы с вами делали позу кошки, да? Вторая фраза позу кошки после округления спины – это как раз-таки прогиб спины. Но если мы здесь правильно с вами добавляем раскрытие ягодичных мышц, то смотрите, так я стою нейтрально. А вот так я раскрыла ягодицы. Здесь идет более глубокое напряжение в кояснично-крестцовом отделе. Я бы вам сейчас не рекомендовала это делать. После того, как пройдет определенный набор практики, вы укрепите эту зону. Обязательно потребуется работа на выгибание, на растягивание кояснично-крестцового отдела, то есть добавление прогибов, движения прогибов. Очень мягких, очень пассивных. Почему потребуется? Так, чтобы правильно выстраивать расположение одного диска относительно другого, да? И правильно давать нагрузку на уголодержащие мышцы. Прогибы в том числе. Если мы берем очень известный, очень знакомый нам вариант позы сфинкса, да? Поза сфинкса – это более легкая вариация позы кобра, куджанкаса. Поза сфинкса в этом положении может быть вам полезна при условии, что вы не даете тракционного движения вверх. Вот так. Что значит тракционное движение? Представьте, что вы тянете себя пассивно за лобковую косточку, вперед животом, проскальзывая вверх и через грудной отдел вверх, да? То есть вы себя выталкиваете по направлению вверх. Вот это активное движение. У меня здесь работает мышцы-крест, у меня работает пыльник. Если вы просто располагаетесь в расслабленном положении, только, пожалуйста, не проваливайте голый ушей, вы вытягиваете. Если вы располагаетесь просто в расслабленном положении, не зажимая ягодицы, тоже подчеркну. Здесь корректный вариант может присутствовать в вашей практике. Никакие движения, связанные с более глубоким вытяжением, да, в вариации растянутые позы кобра, никаких движений более активных, тем более скручивания в прогибах назад не рекомендую. Подчеркну, сейчас не рекомендую. В целом они могут быть вам очень полезны в будущем, тогда, когда ситуация с пояснично-крестцовым отделом придет в относительно равновесное состояние, то есть мышцы будут готовы удерживать позвонки. Вы в том числе сказали, что испытываете боль при ходьбе, при личной ходьбе. Почему? Это очень объяснимо, очень логично. Потому как идет компрессионное давление сверху позвоночника на вашу ситуативную проблему L4-L5. Я бы обратила внимание на постановку корпуса в верхней части тела, потому как мы не можем говорить только о локализации, работать только локально с той частью тела, в которой у нас расположена проблема. Мы должны смотреть на весь позвоночник. Так как ваша поза, если вы, допустим, идете, и идете здесь нормально, но здесь у вас вот такое положение, вот так, я утрирую, конечно, я не знаю, как вы ходите, но вы сами можете пройдет на стену. Вот такое положение. Естественно, давление в этой части спины будет увеличиваться, но вместо того, чтобы получить большой плюс от хорошей ходьбы, от хорошей физической активности, вы получаете скорее минус и истощение того, что вонглого пространства, потому что оно вынуждено выталкивать вверх. Оно не может, потому что эта часть тела достаточно большая, и она тяжелая. У мужчин пропорционально тяжелее, чем у женщин. Соответственно, вы несете себе более разрушительную нагрузку на ситуацию, то есть даете большую компрессию. Поэтому здесь я бы рекомендовала в том числе заниматься. Для начала оценить, как поставлена ваша грудная клетка относительно тазобедренных суставов, относительно области таза. Как она скручена? Вовнутрь. Или она вытягивается больше наружу, здесь образуется гиперлордон. Или она стянута в одну из сторон, потому что мы все не симметричны. И после этого, увидев эту ситуацию, дав себе диагностику, возможно, вы имеете на МРТ, если вы делали МРТ всей спины, возможно, вы имеете в том числе картину. И это можно диагностировать, увидев на МРТ. Дать себе нагрузку, правильную компенсирующую работу и грудного отдела, и посещено крестцово, локальных двух, а потом объединяющих. Я всегда говорю о том, что ходьба должна быть тоже правильно выстроена. Мы на своих занятиях, я имею в виду я и мои пациенты, мы разбираем технику ходьбы, потому что я очень люблю ходить, очень много хожу, очень много бегаю. Здесь очень важно правильно распределять нагрузку и на стопы, и давать выталкивающее движение от стоп дальше, выше, к углубоночнику. Нести верно грудную клетку, нести верно плечи, расслаблять правильный шею. Очень много деталей, которые складываются в одно. Либо дают вам огромный бонус практики и наслаждение процессом, либо большую декомпрессионную, вернее, компрессионную нагрузку, которая ухудшает ситуацию, вы не можете понять, ну почему? Все говорят, что ходить хорошо, я люблю ходить, а мне становится только хуже. То есть вот этот момент, вот этот момент, который озадачивает очень многих людей. давайте, чтобы не быть голословными, раз пока вопросов я больше не вижу конкретных, вы, пожалуйста, друзья, не стесняйтесь, задавайте, пока мы все еще здесь в эфире. Эти моменты давайте осветим, то есть грудной отдел, верхняя часть тела, как мы можем с ними тоже поработать, да, потому что это очень важная часть тела, с которой мы можем либо добавить больший плюс для вашей практики, либо добавить больший минус, к сожалению. Опять, мой друг кирпич, йога-кирпич, который, я думаю, может найти любой человек. Я рекомендую пациентам, у которых, допустим, у них нет под рукой, использовать книжки, использовать коробки с наполнением, использовать какой-либо гулят подобный на этой нагрузке. Для чего будем использовать этот йога-кирпич? Будем выравнивать положение в плечи, положение грудной клетки, относительно нашего с вами вытяжения. Смотрите, рекомендую. Вот у нас с вами кирпичик, мы его зажали, давайте проверим здесь, хорошо, я вижу себя в отражении, могу скорректировать плавно. Сделаем положение кирпича параллельно по сидим, в положении на подъемах стоп. Будем вытягивать, мягко вверх, раскрывая плечи вверх. И что будем делать? Тракционное движение грудной клетки вверх. Представьте, вы здесь, в моем диапазоне, едете на лифте. Вот проедьте мне, пожалуйста, на лифте, пару-тройку этажей. Лифт, друзья, смотрите, не прогибается вот так, да, потому что так не сможет ехать. Лифтелец строго вертикально, то есть мы с вами образуем внутри грудной клетки движущую силу, которая вас вытягивает вверх. Не назад, не прогиб, вертикально вверх. Соотнесите переднюю часть ребер и заднюю часть ребер, они должны быть относительно симметрично раскрыты. В этом положении, если все правильно отредактируете, у вас уже появится достаточно нагрузка на грудной отдел, на плечи. Выведите руки вперед, вперед, удерживая кирпич строго с вытянутым положением грудной ветки. Не сажайте грудную клетку, умывая, да? Давайте еще раз для картинки повторим. Итак, шахта лифта, она у нас равнометная. Вытягиваются руки вверх и лифт поехал. Два-три этажа вытягивали сильно, сильно, сильно вверх. Удержите, почувствуйте, продолжайте дышать. Плечи утягиваем вверх. И мягко спускаем руки вперед. Смотрите, плечи опускаются вниз. А шахты лифта не поменяют. Да? То есть мы не убрали напряжение, мы оставили. Спустили вниз. Как только спустили вниз, вот теперь можно уже расслабиться и делать клуб. Наконец-то, да? Я в своем током положении. Вот это движение, если вы повторите, два-три раза правильно, грамотно, с полной расстановкой, с полным контролем на это движение, супер будет ощущение и будет по-новому абсолютно выстраиваться грудная клетка. Что будет делать грудная клетка? Как крышка у бутылки. Снимать вверх, освобождая горлышко, да? Освобождая всю бутылочку. Вот она у нас отвечает. Она будет вытягивать нас вверх и поддерживать. Появились новые вопросики. Иду. Можно ли делать вакуум и планку? Вакуум что будет размывать? Технику работы с мышной полостью, да? Зависит. Не стала бы делать, потому как, зная, что у мужчин мышцы пресса более сильные, физически более подготовленные, подтягивание вакуума живота, то мобиль может привести к диспропорциональному давлению изнутри на те поясничные позвонки, которые уже находятся в диспропорции. То есть мышцами, которые находятся внутри, внутренний пласт мышц, от живота к позвоночнику, можно опять притянуть неравномерно. Поэтому здесь не рекомендовало бы делать удержание. Возможно, сделать агнисар каути, да? То есть всколыхивание живота. Здесь вполне вероятно, что оно не даст такого жесткого эффекта, как если бы вы сделали вакуумное удержание и держали бы достаточно долго. Относительно планки. Да, конечно. Да, конечно. Можно. Но, опять, надо иметь в виду, как вы готовитесь к планке и как вы делаете, собственно, саму планку, да? Потому как, если мы стоим и в положении на четвереньках, мы вышли, мы вышли, растянули туловище, захватили хвостик внутрь и округлились вот сюда, вовнутрь, как многие стоят, и давят пол. Не совсем хороший вариант. Даже если вы вытянулись правильно, тракционно, учитывая, что у вас хвостик подкручен, да, и оттолкнулись от пола, оставив хвостик, уже будет получше вариант. Но я бы рекомендовал следующее. Я бы рекомендовал тренировать, в первую очередь, локально мышцы хвостично-крестцового отдела, связанные в совокупности с аппаратом мышц ног и с аппаратом мышц спины серединной части. Покажу вам серию движений, отличные движения, кстати, немножко прогрессивные, потому что нужна сила физическая, для мужчин будет интересно, для женщин в том числе. Я люблю, я делаю и рекомендую всем своим. Смотрите, это предподготовительное упражнение для того, чтобы потом выйти в план, в план, в хорошую, нормальную и безопасную. Делаем мы эти движения, эту серию, из положений на четвертых, из позу кошки. Смотрите, подтягиваем правую пятку, ягодицы. Даем, работаем сейчас только правым коленом и правым бедром. Подтягиваем. Правое колено к локтю. Здесь, смотрите, не проваливайте, грудной отдел. Мы выталкиваемся, да, спустились вниз. Покажу две серии, две серии, на базе одного и того движения. Правое колено к плечу. Здесь, пожалуйста, не раскручивайтесь на эту сторону, держитесь симметрично. Удержали мышцами пресса, поясница работает на растяжении. Спустили. Вытянули бедро, как книжку, открыли строго в сторону. Строго в сторону. Смотрите, здесь не падает стопа, ни сюда, ни сюда, открыли бедро, боли в параллельном поле. Удержали, спустили. И перекрестное движение. Правое колено за левый локоть. И самое главное, не падать вперед, держаться центрально и выталкивать себя вверх. Спустили. Раз вверх. Дали расслабляющее движение на поясницу. На поясницу. Навка комфортно, да? Навка. Несколько раз. А теперь вариант номер два. Если этого будет маловато для растяжения поясницы, то требуется нагрузка. Если этого будет маловато, вы оттянули хвости, вытянули колени, пошире бедер, ладошки на кончике пальца, протолкнули грудной отдел вниз и полукругами повытягивали. В одну сторону лопатку, выводя ее немножко наружу, да? Вот это зону. То есть полное растяжение от поясницы везде. Через центр не поднимаясь в другую сторону. Это опять же, Константин, вам в копилку движение для правильного асимметричного растяжения пояснично-крестового отдела. Очень пригодится. Вытянули, вернулись в центр. Немножко здесь побыли, побежали, в удобном положении, комфортно. Почувствовали, что готовы дальше. Выходим дальше. Смотрите, следующая серия немножко более прогрессивная. База такая же, вариант такой же, но очень более прогрессивная. Работаем. Мышцы пресса, полный объем, а я имею в виду внутренний, внешний, мышцы поясницы, спины, мышцы ног и также корпус. Смотрите, правая пяточка, ягодицы, колено к локтю и разогнули колено с тобой выше, чем на пяточке. Вторая. Согнули, вернули, надо удержать. Колено к плечу, стопу вперед, выше не касаемся пола, надо еще удержать. Подтянули, вернули. Я показываю чуть быстрее, просто в целях экономии времени. Вы делаете чуть подольше. Колено, бедро, вытащили, стопу удержать, удержать. Вернули, спустили. И здесь диагональное движение к левому колену, стопу, и если хотите, здесь можно вытянуть стопу в сторону, но вернуть себя в центр. Если удерживаете, удерживаете, да, раскрытое положение. Вернулись в центр. Далее, растягивающее движение на полосницу, на весь корпус, уже умеем, доделали вытяжение назад, растянули спину. Обязательно повторить с другой стороны. Вот эти движения обладают очень высокой диагностирующей эффективностью. То, что вы, выполняя с одной стороны, чувствуете, как ваше тело работает, как оно отзывается. Выполняя с другой стороны, можно получить совсем иную картину, да, и очень даже удивиться. Но правильно распределяя нагрузку, вы таким образом воздействуете на несимметрично лежащие межпозвоночные пространства и, собственно, сами позвонки. То есть давление на межпозвоночный диск начинает потихонечку выравниваться за счет мышц около лежащих, растаскивающих позвонки и выравнивающих это положение. Пришел еще один вопросик. Давайте смотреть. Есть травма сустава плеча, которая исключает опору на руку, любое поднятие руки вверх, круговое, сведение, разведение. Хочется услышать несколько советов, как работать с грудным и пояснично-хрестцовым отделом в таком случае. Наташ, только одна рука или обе руки, то есть травма только одной? Какой руки? Мне надо знать, чтобы я сейчас хотя бы тогда составила элементарный момент движения. Если исключается любое давление, вращение, разворот, и это только одна рука, то тогда другая рука может выполнять определенные движения с рукой, поврежденной, какая? Правая. Так, только правая, да? Только правая. Угу. С поврежденной рукой рекомендовал бы работать, да, услышала, с поврежденной рукой рекомендовал бы работать тоже, в том числе, на увеличение мобильности, но более локально, да? то есть не делать движений опорных точно, но определенные вращательные суставные гимнастики и суставные элементы я бы рекомендовал потихонечку добавлять. Не скажу, что рекомендовал бы делать самостоятельно только. Возможно, обратиться за помощью и конкретным наблюдением специалистов, потому что важно знать, если была выбита головка плеча, допустим, и как она была выбита, и как она потом обратно вернулась в свой сустав, а это больно, это сейчас попробовала, да? Вот это движение. Просто фишка в том, что чем дольше не нагружать, тем больнее будет потом. Потому что после любой травмы сустав или любая зона, которая была повреждена, начинает увеличивать свою ригидность мышцы вокруг, потому что они начинают защищать, они становятся более плотными. Если мы не даем никакого вращения, то, к сожалению, нервы окутывающиеся, и проходящие через мышечную ткань, то, что внутри мышечной ткани проходит нервы, нервы будут очень сильно спазмированы за счет мышечной ткани. Любое движение будет вызывать боль. Но здесь без движения восстановительных результатов можно не ждать. Вот о чем хочу сказать. Так, сейчас работаю на стабильность терапевта. Все, поняла, на стабильность терапевта. Хорошо. Я бы здесь смотрела, во-первых, как пришита шея с правой стороны к плечу, да, то есть повлияла ли травма на вот такое положение, на зажатие и подъем. То есть диагностируем этот момент. Если был зажатие и подъем и шея, где трапециевидная мышца, грудинно-ключично-социевидная мышца выстраивает рисунок нагрузки, надо иметь в виду, потому как здесь очень важная задача обеспечить шею правильную мобильность. Иначе можно прийти нет. Хорошо. Но если нет, отлично. Иначе можно прийти к плохим моментам с головной болью и, так скажем, не совсем корректным распределением давления, да, между черепной и грудной полостями. Если нет, хорошо. Тогда на грудной отдел были вопросы, на грудной отдел как минимум, та сторона, которая рабочая, как минимум, мы с вами можем добавить движение. На грудной отдел смотри, я не опираюсь, да, то есть я не даю нагрузку, я даю положение устойчивое, только касаюсь пальчиками. Что я делаю, касаясь пальчиками? Удлиняю всю руку от плеча. Здесь ты обращаешь внимание, что твое правое плечо, оно не может, допустим, вращаться, опять, я бы не сказала, что не может, скорее всего, тебе просто больно это делать, но потихоньку бы это надо делать. Левая рука более растянутая, локти стараемся разгибать. Вот уже здесь при движении на разгиб локтя, смотри, пойдет определенное выстраивание напряжения в головке плеча, более плотное, растянутое вытяжение от бицепса, да, и от головки плеча, что будет в свою очередь сформировать определенное выталкивающее движение на сустав, на головку плеча. Уже будет хорошая нагрузка изнутри вверх. Пробую эти движения, вот так. То есть разобрали локти, у меня, видите, как несимметрично локти. Ну и ничего, я же тоже человек. Здесь, в этом положении, смотри, берем за основу центр грудной клетки, да, там у нас с вами диапрагма, диапрагма между нижней вереброчками, здесь расположена, в открытом эпигастральном пространстве. даем вытяжение, длинное, вверх, опять, как на лифте мы с вами пробовали с руками, но здесь только внутри диапрагма, а ну развернусь, вот так, вот мы с вами сидели, да, не прогибаем поясницу слишком сильно, выравнивая, касаясь, даем вытяжение, длинное вытяжение, вверх, грудного отдела, смотрите, здесь не перегружайте пресс, и не создавайте чрезмерное давление в поясницу, скорее выталкивайте себя лопатками, вот этой зубой, вытяжение вверх, и смотри дальше, диапрагма у нас расположена вверх, немножко в диагональ под углом, и дальше мы даем забор в диагонали внутрь центру тела, здесь частично будет вытяжение пояснично-крестцового отдела, но ни в коем случае не скругление плеч, да, то есть здесь опускание грудной клеткой, вот так вот, руки остаются плотными, плотными, еще раз, доходим, наверх, можно соединять вдох, движение вверх, лопатками выталкиваем спину, да, на протяжении вверх, вот здесь движение, и с выдохом мягко уводим диапрагму внутрь, вот оно, это положение, вот оно, это положение, и мягко еще, наверх, длина, 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 и мягко, плавно, внутрь, проволоку, отсюда вытащи, дальше, еще один момент, я бы тебе рекомендовала пробовать, потому как говорю, увеличивать мобильность плеча, особенно плеча, плечо, сустав, прощательный, двигающий нас, направление движения, разнообразный, если мы не даем объем движения, к сожалению, происходит ригидность мышц вокруг, и сустав значительно снижает свои возможности, а раз у тебя правая, это еще и рука, то тебе и работать, ну, хочешь, не хочешь, а придется, смотри, здесь даем вытяжение, наверх, плечики опущены вниз, пробуем, на кончиках пальцев, на кончиках пальцев, провернуть мягко наружу плечи, да, у нас получится открытие определенное, и грудной плечи, и линии плечи, отведение плечи немножко назад, и опускание чуть вниз, и сведение внутрь, с выталкиванием грудного отдела через спину наружу, вот так, руки плечи прямые, вот эта длина прямая, еще раз для картинки, фронтальная, наружу, вытянули, шею голову, не запрокидывая, голова нейтрально здесь идет, вытяжение, из выдоха, вовнутрь, не забудь, прокручиваемся на пальчиках, локти держим, прямые, вытянули вверх, расслабили руки плечи, сделали определенные движения, удобные для себя, еще раз, здесь для картинки, плоскости, боком, ладошки, плечи обучены, на кончиках пальцев, развернули, удлинили всю поверхность руки, от шеи, вот этот длина, и завернули свой вдох, внутрь, назад, да, смотря, отработали только грудным отделом, поясница, нейтрально, вот так, прямая рука, вернулись в центр, расслабили плечи, сделаем удобные движения, если сейчас получится попробовать эти движения, и какой-то будет оценочный момент, можешь написать, можешь дать оценочный момент сейчас, как тебе идет это движение, я бы рекомендовала обязательно добавлять, потому как уже сказала много раз, без должной активности, без определенной нагрузки, мы начинаем терять мышечную работу, мышечную активность, и правильное выстраивание, формирование сустава, внутри суставной жидкости, которая должна смазывать сустав, чтобы он регенерировал ткань, да, если мы этого не производим, то, к сожалению, мы будем получать и ссыхание суставов, и значительно более плотное прижатие суставной сумки, которое будет держать, и не давать вращение, от этого будет складываться еще более сильный болевой синдром, так, еще один вопрос, еще постоянное ощущение забитости, в центральной части спины и подозреваю, что это увеличивает компрессив. Правильно, подозреваете, как с этим работать, что нужно добавить в вашу организацию пояснице. Константин, было бы отлично, если бы вы сказали, какой физической активностью, да, с удовольствием, Наташа, пробуй, пиши сейчас, пробуй, пробуй немножко сейчас, пока пиши, какой физической активностью в целом вы занимаетесь, или если это не физическая активность, а вынужденное определенное положение тела в течение рабочего дня, какое это положение тела, То есть из-за чего складывается, так скажем, предполагаемая нагрузка на центр спины. Я так подозреваю, что под понятием центр спины имеется в виду вот эта зона, вот эта. То есть то, что ниже лопаток, ниже самых нижних, так скажем, ребра в зоне, ребер-переход в пояснице. Подтвердите мне или опровергните, то есть дайте мне больше конкретики. Здесь должна сказать, очень часто, в практически полном большинстве случаев, то, что я наблюдаю, то, что мне приходится рекомендовать лучше, происходит ситуация о значительном ослаблении, прикреплении широчайших мышц спины и мышц разгибателей позвоночника. Вот в этой части тела. То есть там, где берет начало широчайшие мышцы спины, да, потом пролегает через всю спину, раскрывает спину. Да, да, отлично, все, значит, это и правильно ловим. Вот эта часть спины. Плюс мышцы разгибателей позвоночника в этой зоне центральной. Мы с вами имеем зачастую вот такое ослабление. Почему? Потому что мы с вами, ну, никто из нас, ну, наверное, большинство, никто из нас не носит грудную клетку вот так, да, ну, немножко смотрится это не похоже на человеческий нормальный органик. Так вот, если мы не работаем с местом прикрепления мышцы к позвонкам, вот здесь, в середине части спины, да, то есть мы обычно, и мужчины обычно, часто, потому что они чаще ходят в спортзал, берут на мышку на широчайший при разведении, на бабочке, или при жиме, или при вытяжении вниз палочки. Но работает вот эта зона, вот эта. Место прикрепления мышцы вот здесь, в залегании. И паровые гибральные мышцы, разгибающие позвоночник, тоже здесь, они слабые. Так как вы затренировали определенную фракцию мышцы, допустим, дали ей нагрузку в этой зоне, она начинает перевешивать, она начинает напрягать. И эта часть, так как она не получает должной нагрузки, локально сформированной нагрузки, она начинает быть очень мягкой, очень пассивной, очень расслабленной. И на ней держит позвоночник. И из-за этого на поясницу идет дополнительная нагрузка, потому как эта часть не дает вытяжения правильного компрессатора, дает стягивание, как следствие давления, да, компрессионное, о том, что мы говорили уже. И при неправильном разборе положения тела в пространстве, в положении стоя, в положении шага, в положении сидя, центр тела смещается вперед, обычно, да, вот сюда, вперед, кверху, давая противоположно выдавливание в зону позвоночника. С этой зоной выдавливание, выталкивание позвонков. Это одна из самых часто встречающихся проблем образования протрузии и грыж в косичных резцовом модели. Значит, продолжая вопрос. Так, сижу на работе в машине. Ну, естественно, особенно если в машине, особенно если бы нужно долго водить, смотрите, да, и педалька. А педалька как делает? Неравномерную нагрузку вот сюда. В машине мы не сидим так, хотя надо бы отредактировать кресло, да, чтобы растягивать спину. Не выталкивать, а растягивать мягко. Я вам рекомендую, идите и работайте с местами прикрепления широчайших мышц спины и мышц раздевательных подвоночников, центральной части спины. Вспомните упражнение, я вам показывала сегодня. Вот эти, да, вот эти, вот, вот они все работают. Вот эта вся серия, пролистайте обратно потом в прямой эфир и увидите. Значит, друзья, еще у меня есть вопрос. А если все-таки шея подтягивает плечо к себе, например, при переходе с четверанка к глухому кушванасану, как работать с шеей, что можно сделать, что можно нельзя? Пора бывает белого окружения, если забросить немного практику. Так, Полин, надо сначала узнать, какое у вас изначальное давление, то есть как коррелируется параметры давления, исходя из нагрузки на шейную зону, на шейно-воротниковое дело. Затем, надо посмотреть, насколько выражена асимметрия, допустим, как наклонена шея в своей обычной жизни. Как наклонена шея в обычной жизни, как перетянут плечевой пояс относительно локальной зоны вот этой высоты плеч, трапециевидной мышцы. И как работает шея, направление движения вперед. Здесь я подозреваю, что достаточно сильно зажата трапециевидная мышца, потому как, если вы проговорили о том, что при переходе с четверанки, истетуранки, истетуранки, господи, это говорит, истетуранки, бурфа, бурфа, вот сюда. Здесь, смотрите, идет нагрузка. Скорее всего, вот такое будет положение, опять утрирует, да, то есть вы висите на плечах. Здесь потребуется изначально разобрать положение для спины и отработать вес и рабочие моменты для спины, чтобы вы не на плечах и сели, потому что иначе будет трапециевидно только вас выводить. Это дает дополнительную компрессию на ту зону. И отработать движение только локально для плечевого пояса, для шейно-моротниковой зоны. В спокойном состоянии кажется все симметричным, но это кажется, да? У меня тоже вот не асимметрично, потому что работаю, одна рука больше, одна меньше, тоже есть. Посмотрите, оцените в движении, да? Если пролистать, если подключить только сейчас, когда будут записи эфиры, можете посмотреть. Движение я показывала с вытяжением, с диагностикой вот этой, да, в какой-то отнести тела. Как будет при вытяжении руки вверх подниматься плечо, и как будет зажиматься шея, то есть насколько здесь мобильность головы с плечом коррелируется с одной стороны и в движении с другой стороны, да? Это этот момент. Дальше. Я бы рекомендовала, потому как очень много, у нас сейчас очень интересно, сейчас становится уже эфир, но мне, к сожалению, придется уже потихоньку закругляться, потому что по-любому на практике. Я бы рекомендовала следующее. По работе с шеей, по работе с шеей, с шеейно-моротниковой зоны. Вы можете найти отдельный видеосеминар на моем канале YouTube. Отдельный видеосеминар называется «Работа с дегенеративными изменениями шейно-моротниковой зоны». Там даны все упражнения, очень детально разобраны, как сейчас я разбирала, в формате видеосеминара на час или на полтора. Вы можете полностью принимать эти движения в свою практику. Заодно учиться, как правильно диагностировать тело, как правильно выстраивать симметрию, как работать с ассимметрией, как замечать те или иные сигналы, которые мышцы производят, сейчас момент, в процессе именно при подъеме. А, в процессе именно при подъеме. Ну, поэтому я говорю, то есть при подъеме, при подъеме у нас с вами работает трапециевидная мышца, грудино-ключично-сосцевидная, подкожная мышца частично. Поэтому здесь, если все тянет только трапеция и нет правильно разобранного напряженного каркаса мышц спины и вот этой части подлопаточной зоны, то, скорее всего, вот эта зона будет выносить вес объема и все напряжение. Поэтому здесь будьте очень осторожны. Придется работать много с отведением плеча, с раскрытием, тренировать центр спины, тренировать отдельно поясницу и увеличивать мобильность плеч различным образом. Вернусь к этому семинару, рекомендую всем, кто заинтересован подобного рода практиками, да, разгрузками, нагрузками, правильным соотношением практики в своей домашней программе. Смотрите, пульнула вам ссылку, это мой курс, курс дистанционный, состоит из четырех видеосеминаров, называется «Еготерапия для жизни». Там разбираем подробно. Один видеосеминар посвящен центру тела. Все насчет центра тела. Кстати, увидите, там вот этот мячик. Мой любимый. Второй семинар посвящен только верхней части тела, грудному отделу, плечам, шеям, воротниковой зоны. Увидите, огромный объем движений. Третий семинар посвящен только пояснично-крестцовому отделу. Многообразные движения стоя, сидя, лежа, пропорции, динамика, то, что показано, то, что противопоказано. Четвертый видеосеминар, очень важный, который очень многим полезен. Колени и практика, связанная с коленными суставами. То, как они соединяют, называется колени соединительной семиной практики. Как они соединяют все тело и дают нам либо правильную нагрузку, либо значительное ухудшение ситуации в том или ином отделе позвоночника. Друзья, для всех, кто сегодня присутствовал на нашем открытом эфире, задал вопросы, был активен, а может быть был неактивен, просто был активным слушателем, для всех, кто захочет получить подобную видеопрограмму, я всем нашим сегодняшним слушателям дарю скидку. Если вы сегодня регистрируетесь, давайте даже не только сегодня, как созреете, потому как у меня нет задачи вас мотивировать на покупку, у меня есть скорее задача вас подкрепить материалом для того, чтобы вы были более уверены в своей домашней практике и не наделали каких-то небольших ошибочек, которые могли бы вас потом разочаровать в практике. Я хочу дать вам скидку, а давайте 20%, а чего нет? Вот так. Если книжите секретный код, когда будете регистрироваться на вот этот Мария 20%, получаете от семинара со скидкой 20%, не семинар, а программу, да, целую программу. Там 4 больших видеосеминара, как я уже сказала. Константин, большое и огромное, пожалуйста, очень рада была ответить вам на вопросы. Я думаю, что с почином нас будем встречаться, наверное, чаще, да. Пожалуйста, будьте активными на этой страничке. Я должна сказать, что страничка моей студии, Йогопедия, и все, что я делаю, вы меня можете найти много очень в Инстаграме, там тоже огромное количество видео, практических туториалов, обучения, да. В основном я делаю большинство своих работ на английском языке, именно здесь, и на испанском пока не даю, потому как не очень я крепко в терминологии именно говорить могу, терминология пока хромает. Но в основном даю на английском, потому как очень большая широкая аудитория, именно англоговорящая я у меня, пациентов, клиентов, людей, кто за мной следит. В том числе вы можете найти меня в ВКонтакте, где все, 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 и все мои 12 курсов выложены, я сейчас сделаю вам проще, чтобы было найти, выложены на русском языке, потому что все-таки я русский человек, и изначально моя вся аудитория – это русскоговорящие люди. Смотрите. Большой, пожалуйста, Наташа, принимайте во внимание те советы и рекомендации, которые вы сегодня увидели. Вот я вам дала тоже ссылочку, вы можете посмотреть все продукты, все обучающие продукты, они узкоспециализированного характера, я думаю, что вы можете надеть для себя массу полезного, но плюс тоже огромное количество видео. Например, если вам будет интересно посмотреть, сейчас я провожу проект восстанавливающий с девочкой 11-летней, которая очень серьезная проблема с позвоночником, у нее двойной сколиоз, двойной сколитическое изменение, вот такая вот спина. Мы занимаемся с полным подробным объяснением, разбором, работой с пропсами, да, с приспособлениями, с различными модификациями движений. Вы можете найти варианты видео, фрагменты видео на моем канале YouTube, а можете посмотреть полностью точно так же весь этот проект, потому как он очень полезен и важен, задав мне вопрос о приобретении всех видеоматериалов. Я думаю, будет полезен не просто пользователям, но еще и людям, которые работают с людьми, да, для того, чтобы расширить и углубить знания. Дальше по вопросам. Ну, сегодня, так скажем, был общий момент, мы поговорили об общих моментах, моментах, беспокоящих вас, те, кто задавал вопросы о работе со спиной, о теми изменениями, с какими мы можем работать, является ли практика полезной в данном случае, или требуются какие-либо ограничения, и все, что вам было интересно. Я думаю, что следующий эфир назначим достаточно скоро. Скажите мне, есть ли желание выйти в следующий эфир и получить потом запись этого эфира, и какие темы были бы для вас актуальны и полезны. Я думаю, что есть необходимость сделать как можно более практический эфир, потому как говорить я могу много и долго, вы видите, это часть моей профессии, часть моего характера, но чаще и лучше для людей, вы, потребители информации, получать информацию как раз-таки практическим образом. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях к этому эфиру, когда он завершится или прямо сейчас, потому что я все увижу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы, какие вопросы хотелось бы рассмотреть. Не думайте, что тема, предложенная вами, может быть какой-то слишком узкоспециальная, или глупая, или неинтересная. Все интересно, все, что касается здоровья человека, все интересно. И на все есть, поверьте, свои вопросы, свои ответы. И я буду очень рада порассуждать, очень рада буду разобрать практически индивидуальные случаи. Вот это очень важно, да? Ну, наверное, буду закругляться. Большое спасибо вам, друзья, за то, что присутствовали. Мне очень важна была ваша поддержка, и очень здорово провела я время с вами. Незаметно пролетел час десять целых. Вот. С хорошим настроением отправляюсь на свои дальнейшие практики. Буду рада видеть вас в любом варианте. Пишите мне в личку, пишите мне в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, где хотите, на почту. Не забывайте, если будет интерес, и вы захотите действительно продолжить свою практику более углубленным образом, то курс, который сегодня вам рекомендовала, с той скидкой, которая у вас есть, он есть, он действует. То есть эта скидка, я думаю, что до конца недельки-то уж точно. А, чего? Я, чего? Буду рада. Вот. Поэтому, пожалуйста, пишите, регистрируйтесь, задавайте вопросы, не стесняйтесь показать снимки, не стесняйтесь делиться проблемой, потому как я здесь для того, чтобы вам помочь решить. Все, большое спасибо, была рада видеть вас в Коте виртуально. Надежда, большое, пожалуйста. И это только малая-малая часть информации, которую я готова поделить, поэтому, пожалуйста, задавайте все свои вопросы, высасывайте из меня как можно больше. Была рада видеть вас в своей студии, пусть и виртуально, надеюсь, вам это пространство нравится. Будьте у нас в Морбее, заходите. Не будьте у нас в Морбее, заходите дистанционно, всегда рады. И давайте дружить, давайте общаться, давайте продолжать работу с таким интересным и уникальным инструментом, как наше тело и наше здоровье. Все, друзья, очень рада была нашей встрече. Надеюсь на скорую встречу. Подписывайтесь на странички, пишите пожелания, пишите вопросы. Будем организовать новый эфир. Хорошо? Все, большое спасибо. Вам хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока. Продолжение следует...